Вы пытаетесь бросить курить, но вас мучает дрожь, судороги, бессонница по ночам, раздражительность, угрызнение совести и очень тревожные мысли. Вам хочется взяться за сигарету, но ваша совесть напоминает вам, что тем самым вы навредите своему организму. Вы не знаете, что вам делать. Вы просто сидите в углу и чувствуете, что у вас учащается сердцебиение и дыхание. Позвольте мне объяснить, почему это с вами происходит. Это синдром отмены, ряд симптомов, которые начинает испытывать наш организм, так как он привык к веществу, которое сейчас выводится из него. Поэтому появляются очень неприятные симптомы и чувство тревоги. Хорошей новостью является то, что синдром отмены, который вы ощущаете не вечен. Причина, по которой вы испытываете беспокойство заключается в том, что ваш организм естественным образом вызывает это чувство, так как он избавляется от никотина и химических веществ, которые содержатся в табаке. Но к счастью, как уже было сказано, этот синдром не вечен. Организм медленно выводит токсины. Вы избавляетесь от зависимости и желания курить. Ваша нервная система, о которой вы должны заботиться, адаптируется, и вы сможете преодолеть эти симптомы. В это время очень важно понимать, что все зависит не только от вас, но и от окружающих вас людей. Я говорю о социальном давлении, которое вы, возможно, будете испытывать. Например, вам будет не по себе, когда вы увидите, как курят другие люди. Особенно, если в вашем кругу друзей есть курильщики, которые наверняка не поддержат вас в вашем решении, а наоборот предложат вам сигарету. Поэтому старайтесь быть ближе к людям, которые действительно хотят вам помочь и находиться там, где не курят. Бессмысленно пытаться заменить обычные сигареты на электронные, потому что их часто предлагают в качестве альтернативы. Ведь на самом деле отказаться от курения, это не значит просто отказаться от сигарет с табаком. Отказаться от курения означает избавиться от порока, привычки вдыхать определенные вещества. Нет смысла отказываться вдыхать одно вещество, чтобы начать вдыхать другие. Хотя следует признать, что вещества в электронной сигарете менее токсичны, чем вещества в обычной сигарете. Но наша цель заключается в том, чтобы вообще бросить курить. В момент возникновения беспокойства и желания закурить, следует сразу же начать выполнять дыхательные упражнения. В этом курсе, проходя шаг номер два, мы научили вас вдум упражнениям, которые вы можете делать в любое время. Это важно, так как эти упражнения помогут вам контролировать частоту сердечных сокращений и дыхания. независимо от того, где вы находитесь, в школе, в офисе или даже если вы лежите в постели и не можете заснуть, поверьте мне, они действительно работают. Попробуйте. Угрызение совести – это чувство, которое также вызвано тревогой. Время от времени вас это будет беспокоить и вы будете переживать о незначительных по сети вещах. Однако, помните, что это процесс и только от вас будет зависеть, насколько коротким или долгим он будет. Именно поэтому, когда у вас возникает подобное чувство, вы можете позвонить или навестить человека, которому вы доверяете и поговорить о переменах, которые вы переживаете. Это может быть ваш лучший друг, член семьи, ваш партнер и так далее. Помните, что вы не одиноки и есть люди, которые уважают вас, хотят лучшего для вас и поддерживают вас в вашем стремлении бросить курить. Поэтому для вашего эмоционального здоровья полезно говорить, выражать свои чувства и эмоции. Вы хотите бросить курить сразу, без рецидивов, поэтому примите твердое решение, а затем сделайте то, что задумали. Ваше беспокойство, угрызнение совести и мучения исчезнут в тот момент, когда ваш организм очистится от всех остаточных веществ, которые за все это время образовались от курения табака. Подумайте о том, что сигареты никогда ничего хорошего вам не приносили. И когда вам удастся это понять, вы сознательно откажетесь от них без каких-либо сожалений. Субтитры создавал DimaTorzok